Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 сентября и вчера я проводила операцию под названием спасение сумасшедших ягод Бари. Когда я вам показывала на улице их, вот он этот пук у меня висит, то я говорила, что я высаживала их в самую последнюю очередь. Они не все успели вызреть и даже еще цветут и завязываются. И мне было очень жаль оставлять их, бросать на произвол судьбы, потому что все-таки сибирский климат дает о себе знать. У нас ночью уже опускается даже до 3 градусов температура. Я говорила, утром выйдешь, пар идет. Я решила спасти эти ягоды и немного продлить им жизнь. Хотела вчера сразу показать, но потом что-то застеснялась, потому что у меня тут в теплице такой бардак. Тут же я и лотки с томатами ставлю, ставлю в таком, ну в непроизвольном, хаотичном порядке, что у меня здесь, ну черт ногу сломит. Мне стало стыдно весь этот бардак показывать, я передумала. Потом ночь поспала, сегодня утром встала, думаю, да черт с ним, с этим бардаком. Но огородники, кто действительно истинный огородник, он поймет, что осенью у нас такой же бардак, как весной. Все стараемся убрать, припасти, прибрать иногда в таком порядке, что действительно черт ногу сломит. Но вот эта информация важнее, чем вот этот мой бардак, и я свое стеснение пересилила, решила вам показать. Сейчас расскажу. Таким способом можно продлить жизнь нашим растениям и перцем, и томатам, особенно тем, у кого нет теплицы. Вот он у меня рос, этот куст, в открытом грунте. Я же вам говорила, что он эндотерминатный, но я его просто бросила, и он расползался по земле. И видите, он какой длинный? Он длинный, 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 и даже здесь вот эти ягодки, их очень много, а мне-то важно, чтобы они у меня вызрели как бы на кусту. Я ему вот сымитировала, как будто бы он продолжает расти. Я полила землю вокруг этого куста, вот прикорневой круг смочила, чтобы, ну, выдернулся он легче. Ну, короче, тянула я его как репку. Тянем-потянем, вытянуть не можем. У него оказался такой огромный корень, толстый. Сами корни, вот эти ниточки, такие с палец. Потом его выдернула, вот так вот связала. Сейчас покажу, дальше пройдем. Это все он. Он вот у меня тут идет, идет, идет. Видите, я его веревочкой связала. Связала, связала, связала. И засунула в горшок, тут немножко разрыхлило, в горшок с перцами, с колокольчиками, которые у меня здесь стоят. В прошлом году я же вам показывала, что я заносила домой. Нынче я заносить не буду, потому что в прошлом году мне перцы свинью подбросили. В горшке с перцем, оранжевый гном, завелась белокрылка. И нынче я бросила этот колокольчик, я не буду его ни домой выносить, ничего. Но горшок с плодородной, хорошей землей остался. И вот этот один, видите, он изначально был один кустик. Один кустик я воткнула, вот сейчас еще полью. Землю узложнила. И вот в таком состоянии я хочу, чтобы он еще у меня немного полежал порос. Как же без помощницы, куда я, туда она. Смотрите, какая большая стала Надюша. Вообще разрослась Надюша. И вот привязала к этой палочке. И теперь в таком виде этот томат будет у меня висеть. Корни его будут как бы все равно, они же влагу будут потреблять. Он очень живучий томат. И я потом вам покажу, сколько еще поспеет. Вот смотрите, он прям, ну много их. Сколько еще поспеет ягодок. Вот смотрите, таким способом некоторые люди, у кого нет теплицы, но живут в холодном регионе, наступают холодные ночи, спасают особенно перцы. Увлажняют землю, осторожно выдергивают. Или подкапывают, или выдергивают. Обматывают или влажной тканью корневище. И в подвале, где-то в подвале, в гаражных помещениях, подвешивают эти кусты. Я-то вот их посадила, а люди прям подвешивают кверх ногами. И вот эту тряпку, если смачивать, ну конечно идеальный вариант, если вы куда-то поместите, вот как я, в горшочек с землей, тряпку если смачивать у перцев, у томатов, то они будут очень продолжительное время еще давать вам свежие плоды. Вы знаете, что если просто сухой корень, вот так вот я сейчас подвесила бы, он засохнет тут буквально за два дня. Он засохнет, ягодки все осыпятся, листики все завянут. А сейчас вот у меня листики, они хотя бы привяли немножко, вот видите. Но я думаю, что они сейчас я еще раз полью. Это как он пересадку сейчас переболеет. И они, ну еще будут расти, листья еще будут функционировать. Вот томаты очень живучие. И вот эти вот спасаю ягоды сумасшедшие барри, сумасшедшие вишни. Хочу, чтобы они все выспели. И еще хочу два слова сказать о томатах. Вот сколько живу и каждый раз о томатах узнаю все что-то новое и новое. Сейчас подождите, я заползу немножко на ступеньку. Вот это вот то самое место. Видите, все собираю томаты, все конца края им не видно. Ужас уже, ужас ужасный. И вот это та самая занавесь, о которой я говорила, что я посадила, специально не убирала ни листья, не посынковала, чтобы было затенение. И знаете, что меня удивило в этом году, какое я сделала открытие? Действительно, наверное, чем меньше ухаживаешь за томатами, тем сильнее они выносливее становятся. Но посмотрите, сейчас сентябрь. Вот уже первая декада скоро закончится, седьмое. У томатов никаких признаков заболевания нет. Я смотрю, я удивляюсь. Они зеленые, они как весной. Они цветут, они разрослись. Но ясно, что тут даже... Я не буду добавлять о том, что я здесь их не обрабатывала от фитофторы, никаких подкормок не делала. Но это просто декор, занавеска у меня была. И сейчас я подхожу. Вы смотрите, вот если за ними ухаживать, например, сейчас начать бы, и если бы теплица была обогреваемая, отапливаемая, они, возможно, еще и дали бы урожай. Но вот почему так? В огороде или там в теплице, где больше за ними ухаживаешь, они уже в это время, вот многие говорят уже, и кладоспариоз, но я-то из теплицы уже убрала, и какая-то фитофтора. Фитофтора. Но здесь вот хоть что-то было бы. Никакой фитофторы, никакого кладоспариоза. И вот эти дикошары и томаты, за которыми я совсем не ухаживала, они ведь даже, у них признаков заболевания нет. Может быть, мы зря так, как их холим и леем. Может быть, они способны сами по себе расти и не болеть. Может быть, наш уход, и все это дополнительное внесение вот этих всяких добавок провоцирует, наоборот, у них болезнь. Но это просто мысли вслух. И вот хочу вам показать, как выглядит в сентябре, на исходе первой декады, томаты, которые вообще без всяких обработок росли. Цветут, растут уже 3,5 метра под 4. Вон там еще все-все-все-все в цветах, завязях. Я говорю, вот бы интересно создать искусственные условия здесь, подогреть бы их и начать бы поливать. Я их, по-моему, даже не поливала раза два всего. Как бы они себя повели дальше. Ну все, до свидания. Я отвлеклась, о томатах могу говорить бесконечно. Но основная тема была вот эти мои сумасшедшие ягодки, которые я спасаю, потом вам покажу.